Девушки отдыхают Я сделал все возможное, но банк не преклонен Если через неделю вы не внесете сумму в 50 тысяч долларов, мы закроем ваш гараж Ты правда это сделаешь? Не я, банк Банк это ты, Вернер? Для тебя А на самом деле я всего лишь банковский служащий Если я дам тебе очередную отсрочку, меня уволят Устроишься в другой банк, а гараж это мой дом Думаешь, я стану рисковать ради тебя карьерой? Станешь, если я тебе не безразлична Ты мне не безразлична Композитор Дирк Леуполь Но я правда сделал все, что мог Прости, Кэти Ничего личного Все, что касается гаража, касается и меня Мой отец его открыл, брат погиб за него Это не просто гараж, Вернер Может, в этом все и дело Оператор Аксель Занд Ну что, уладила вопрос с банком? Практически Покорила его бизнес-планом и бездное обаяние Удалось договориться насчет продления долга и нового графика погашения Я думал, ты сделала это еще в прошлый раз А в этом месяце снова Вот что, Кэти Ребята там проголодались Как насчет того, чтобы Заказать пиццу с доставкой Ты здорово придумал, Шмидт Я двумя руками за Продюсер Герман Йоха Автор сценария Ли Голдберг Зачем так нервничать, офицер? Во-первых, детектив А во-вторых, тротуар сделан для пешеходов А место для машин вон там И называется оно проезжая часть Там не было свободного места Пришлось встать на тротуаре Вы могли кого-нибудь сбить Разве что слепого дурака Который меня не видит И тем самым оказал бы услугу обществу Избавив его от идиота Считайте это Естественным отбором Хотите, чтобы я составил протокол? Только если вас это расслабит А то вы топорщитесь Как ваш накрахмаленный воротничок Девушка, не играйте с огнем Обожаю играть с огнем Чего и вам желаю Оператор и режиссер Аксель Занд Чтоб тебя Она думает, что ей принадлежит мир Так и есть Только потому, что молода, богата и хороша собой А что еще нужно? Мне нужен эвакуатор и... Один эспрессо Последний заказ ты доставил с опозданием на 3 минуты Неужели есть такие придурки, которые на это жалуются? Те, кто хотят поесть на халяву А таких пруд-проди Твои опоздания стоили мне 2 пиц Ничего не тебе не стоили, Сел Ты вычил их из моей зарплаты Минуточку Опоздаешь еще раз, вообще лишишься зарплаты У тебя есть 15 минут, чтобы доставить этот заказ Успеешь? Доскочу на одной ножке Лицом к стене Повернитесь, лицом к стене Не двигаться Лицом к стене Живо Внимание, совершено ограбление Преступники вооружены и очень опасны Они едут по Лейпциг-штрассе на север Только не гони Черт, легавые Поднажми А я что делаю? Не гони Мы их упустим Лучше, если разобьемся Не разобьемся Эй, ты! Пропусти! Потише Черт, черт, черт Их двое Они у нас на хвосте Жми Не гони А, черт Уступи дорогу, придурок Смотри, куда едешь Хочешь нас угробить? Хочу и догнать Это одно и то же Полегче Все Тормози Да, сэр Да, сэр Какого черта? Ты опоздал на одну минуту десять секунд Спасибо за бесплатную пиццу Ты этого не сделаешь Вот кто в этом виноват У вас своих машин полным-полно Могли бы сами ездить за пиццей Но тогда за нее придется платить Классная тачка Моего мужа Металлолом Не заводится, хоть ты тресни На ней давно не ездили Давненько Обидно Машина гоночная На ней нужно ездить быстро и постоянно Только так Он хочет сказать, что когда машиной не пользуются У нее начинают течь шланги, ржаветь подшипники И все такое Я знаю Нужно заменить прокладки И хорошенько все смазать Да? А вы откуда знаете? Немного в этом разбираюсь Ребята хотят есть, а пицца стынет Ты плохой доставщик пиццы Сдачи не надо Спасибо за совет Доставщик пиццы Обращайтесь Мой телефон на спине Скорее всего Что-то со свечами Или сел аккумулятор Но что бы там ни было Миссис Деверо Завтра сможете забрать свою машину Вы что, механик? Нет, я в комбинезоне, потому что это модно Разумеется А вот он не поэтому Кстати Если бы вы выглядели более женственно Возможно, он бы вас и заметил Я в этом не нуждаюсь О стоимости работ мы сообщим вам заранее Не утруждайте себя Чините и все Стерва Ты правда думаешь, что тебе там что-то обломится? Почему нет? Потому что она богатая и замужем Женщины вроде нее присасываются к мужчинам Как пиявки И живут за их счет А ты бедный разносчик пиццы Так помоги мне изменить жизнь Дай за себя выступить Ты даже пиццу не можешь доставить вовремя Я лучший Дай мне форт и удели пять минут Я так тебя прокачу Что у тебя уши свернутся в трубочке Не могу Мой младший брат нуждается в сестринской опеке И инструктаже Младший? Младший не значит маленький, Рейнер А на женщин вообще обижаться глупо Это правда Вы как дети Я люблю американские тачки На один раз могу опустить планку и согласиться на Субару У нее есть водитель Зато когда форт будет готов, ему понадобится водитель Бери меня Не пожалеешь Уверен, что справишься с транспортным средством, у которого нет подножки? Мопед Совсем забыл Мне нужно, чтобы эта машина побеждала в уличных гонках Мне нужно, чтобы она приносила мне деньги Если я сегодня ее сделаю, можно я на ней покатаюсь? Сначала этот разносчик пиццы, теперь ты Рейнер, у тебя нет прав Скажи спасибо, что мы разрешаем тебе парковать машины Вот вернется из Канады твоя мать, она мне голову за это открутит Она вернется только в том случае, если разведется с четвертым мужем Хотя на очереди уже маячит пятый кандидат Машины, они как женщины, парень Если их напоить, это еще не значит, что они расслабятся и дадут жару Они могут напиться и броситься на тебя А потом заснуть Намекаете, что смесь слишком густая? Ошибаетесь Кто это говорит? Данные Обороты, давление, температура, давление масла Все в норме Слушай Кто здесь механик? Ты? Или компьютер? Я Вот и будь им Настоящий механик должен уметь видеть, чувствовать Слышать то Что говорит ему машина По одним только выхлопным газом И будет лучше, если ты разбавишь Смесь На Держи мое программное обеспечение Иди, пиши отчет А ты куда? В библиотеку Почитаю немного Прошу прощения Вы ведете следствие по делу о сегодняшнем ограблении кафе В данный момент я исследую штрудель А мне мешают Я участвовал в погоне Горголова Украинского мафиози Он хочет подмять под себя штанга Думаете, нам удастся его арестовать? Работники кафе сбежали еще до его приезда Так что Ни жертв, ни очевидцев преступления, ни улик у нас нет О каком аресте речь? Скажите, пожалуйста Во время преследования пострадали два офицера Сочувствую Но мне нужно срочно заниматься конкретными делами, которые нужно закрыть А если вы закроете и это дело? Тогда меня, возможно, повысят в должности Но сразу говорю Дело это Тухлое Я с радостью помогу Я в вашем распоряжении И днем, и ночью Готов на любую черную работу Думаю, вы можете помочь мне в этом деле Чем же? Тем, что дадите мне спокойно пообедать На втором отрезке лидирует Синий Дьявол Сколько денег вы поставили на эту гонку? Все, что у меня было Полторы тысячи долларов на этот заезд Это все, что осталось? Тюнинг двух машин обошелся нам больше, чем мы зарабатываем на мелком ремонте и замене масла Тогда зачем ты это делаешь? Любой может перебрать двигатель и поменять колеса А вот почувствовать душу машины и сыграть на ее струнах Это искусство Искусство дорогое Если через шесть дней у меня не будет пятидесяти штук, банк отберет у нас гараж В шесть дней? Но где ты их найдешь? Буду приходить сюда каждый день и ставить на наших водителей Говорю это тебе как близкому родственнику и для того, чтобы ты поторопился с Фордом Скажешь кому-нибудь хоть слово, получишь ноутбуком по голове Обещаю Мы же все родственники Это другое дело Поэтому ты так борешься за его судьбу Сколько ты рассчитываешь сегодня выиграть? Четыре-пять тысяч Смотря сколько денег на кону А если проиграем? Завтра продадим Форд и Субару Парень на Субару Хорошо водит Хороших водителей много Найди мне классного гонщика Сардины и много сына Как ты любишь Хороший пес Победил синий дьявол, гараж Карла Твой неуловимый водитель когда-нибудь проиграет Как скажешь Вольф Чувак Ты приехал сюда гонять или дыхнуть? Кто хочет потягаться с Вольфом? Неужели здесь нет ни одного мужика? Я не заказывал пиццу А зря Было бы чем перекусить, пока смотрите, как гоняют настоящие мужики Ставка 500 долларов Деньги есть? Нет Ты мне их дашь и посостязаешься со мной Зачем это мне? А иначе все решат, что деньги Это лишь предлог, чтобы отказаться от гонки Все узнают, что ты меня боишься Если ты умный, то согласишься Беда в том, что я люблю потолкаться Сожалею, но машина не моя Никаких отговорок, парень Если я выиграю, отрублю тебе руку Посмотрим тогда, кто из вас трус Ты шутишь? Подписываюсь Тот, кто не сможет победить украинского пса и хвастуна американца Заслуживает, чтобы ему отрубили руку Ладно, согласен Но если выиграю я, ты отдаешь мне деньги И свой айпад И свой айпад Субтитры сделал DimaTorzok 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 Победил доставщик пиццы 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 Никакой неопределенности. А за рулем машины мне все ясно. Я полностью контролирую ситуацию. При этом чувствую спокойствие и умиротворение. Как рядом с тобой. Потому что можешь меня контролировать? Нет, потому что люблю тебя. Возможно, тебе больше не придется гонять. Тебе не нравится, как я вожу? Нет, очень нравится. Но если через шесть дней я не найду 50 тысяч, банк отберет у меня гараж. Ничего страшного, найду тебе другой. Как ты можешь так говорить? Этот гараж для меня все. Мама умерла, когда мне было три года. Отец, когда мне было 16. Брат, когда 19. Этот гараж память, которая осталась у меня после них, и потеряв его, я потеряю их. Ты его не потеряешь. Откуда такая уверенность? Потому что я выиграю следующую гонку. А потом еще одну. И еще. Пока ты не получишь всю сумму. Ты не можешь этого знать. Обещаю. Сейчас я покажу тебе, как вожу. Слышишь? Машина заехала. Не останавливайся. Это БМВ. У него течет радиатор, и разбиты передние сальники. И что? Когда эту машину привезли вчера в мой гараж, этого не было. Стоп! Стоп! Пусти! Хочешь врезать ему еще? Нет, хочу его убить. Успокойся. Машина немного помята, зато я выиграл гонку. Я взял немного денег, чтобы заплатить за квартиру и отдать долги. Остальное твое. Это только начало. Я еще больше заработаю. Здесь четыре тысячи. Их не хватит даже на ремонт этой машины. В него мне придется вложить все деньги, что я выиграла вчера. А то и больше. Это правда? Да. Не надо! Почему? Ты же его ударила. Потому что тебе он даст сдачи. Пусть только попробует. Ты бьешь так же, как и водишь. Включаешь при этом голову. А ты вообще ее не включаешь. Мое слабое место, поэтому я тебе сделаю. Или здесь, или на дороге. Выбирай. Здесь и сейчас. Завтра клиентка придет за машиной. И что я ей скажу? Повреждения пустяковые. Да успеете вы ее отремонтировать. У тебя же свой гараж. Был мой. Поставь меня. Кэти, постой. Кэти! А тебе что надо? Места на дороге всем хватит? Это вряд ли. Боишься, что если она увидит, как я вожу, ты отойдешь на задний план? Боюсь, что ты лишишь ее самого дорогого в этой жизни. Тебя, что ли? Найдет себе получше, парня, этого гаража. Через шесть дней ей нужно возвращать кредит, или его отберут. А ты ее только что подставил. Если у нее отнимут бизнес, я тебя закопаю. ГОВОРИТ ПО-ЕЧЕСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Идентичность 100%. О, Боже. Теперь вся работа по боку. Он разбил радиатор, сжег сцепление и убил сальники. Я надеялась, что ошибалась. А что-нибудь осталось целое? Зеркало заднего вида. Отлично. Дамочка будет в небо смотреться, а остального, возможно, и не заметит. Это вряд ли. Что случилось с моей машиной? Это все я. Я вчера участвовал в гонках. Своей машины у меня нет. Пришлось взять вашу. И вы ему позволили? Нет, я взял без разрешения. Зачем? Деньги были нужны. И хотел доказать Кэттина, что способен. Бить машины? Чертовски хорошо водить. Ты же не дала мне возможности себя проявить. Послушайте, если вы собираетесь звонить в полицию, звоните. Я никуда не собираюсь бежать. Но тогда я не смогу участвовать в гонках и вернуть вам деньги за причиненный ущерб. Ты правда хороший водитель? Вчера я выиграл. Вот, значит, как выглядит победитель. Посмотрите на меня. Именно так и выглядит победитель. Машину можно починить. Были бы деньги. А вот вкус победы купить нельзя. Все сладкое, как правило, под запретом. Дайте мне шанс себя показать. Ладно, парень. Показывай. Потом я решу, что с тобой делать. Мой муж возвращается на следующей неделе. К его приезду машина должна быть как новенькая. Иначе я вас прикрою. Видишь? Все вышло как нельзя лучше. Классный парень. Проваливай. Иди. Иди. Как жизнь? Давно закончил курсы вождения? Вчера. Перед тем, как тебя сделать. Когда начистите тачку, займитесь моим мопедом. Сначала я тебе рылу начищу. Слава Богу, вот и пицца. Пойдемте. Входите. А ты шустрый. Я все в жизни делаю быстро. Это значит, ты никогда не курил хороших сигар, не пил коллекционного вина и не был гурманом. В последнее время... Знаете, нет. Но в планах на будущую неделю у меня это стоит. Моя жена ушла в салон красоты, а меня оставила с детьми, которые тут же позвали друзей. Дети проголодались, а в доме ничего кроме икры нет. Я часто это слышу. Пиццу принесли. Пицца! Меня зовут Григорий Горгулов. Вы меня удивили. Время доставки 30 минут. Или пицца бесплатно. Таков девиз. Я про вчерашнюю гонку. Я в некотором роде фанат. Мне нравится, как вы водите. Несмотря на то, что я обошел вашего парня, он больше не мой. Вы вместо него. Он об этом знает? Если не дурак, догадался в ту минуту, как вы у него выиграли. Может, это просто везение? Не думаю. Будешь выступать за меня, дам тебе машину. Буду делать за тебя ставки и 10% от выигрыша твои. Спасибо за предложение, мистер Горгулов, но... Меня устраивают 30 долларов в день и хорошие чаевые. Можно узнать, почему. Любой другой прыгал бы от радости. Это потому, что я не любой. Это уж точно. Узнаешь этого парня? Брэд Питт или Джастин Тимберлейк? Близко. Это фоторобот водителя, который участвовал в ограблении ювелирного магазина в Техасе год назад. Грабителей схватили на месте, а их сообщнику, что был за рулем, удалось уйти от десятка полицейских машин и вертолета. Вот такие дела. И куда он делся, никто не знает. Но мне кажется, сбежал в Европу. Папа! Герман засунул кусок пиццы в DVD-плеер. Ясно. Сейчас приду. Не просто быть отцом. Сплошные проблемы. Это уже четвертый DVD-плеер. Найдете сами дорогу? Да. Я хорошо ориентируюсь. Отлично. Значит, и сюда скоро найдете дорогу. Надеюсь, это больше, чем вечеринка с пиццей, пивом и музыкой. А то загремишь в тюрьму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И часто такое происходит? Ежедневно, в разных местах Берлина. И полиция закрывает глаза? Мы тусуемся на окраинах, постоянно меняем места. Мышь не проскочит сюда, незамеченный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты поставила? Машину. Это покроет начальный взнос и ставку в 20 тысяч. Тебе что-нибудь известно о моих соперниках? Эти, парень, что на белой супре, любит впрыскивать азот на прямых участках. Так что смотри за дожигателем. Этим не испугаешь. Гонки выигрываются на разворотах. Теперь Данночка на RX-8, профи, любит срубить деньги у дилетантов по-быстрому. Ее ждет сюрприз. Ты так самоуверен? Я же обещал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не пролей кофе. Экскурсовод. А какой приз? Ставка соперника и ценная вещь, которую он отдает тебе после финиша. Но многие из нас сделали бы это за так, если бы тюнинг не стоил так дорого. Откуда же у вас такие деньги? У многих их нет. Поэтому мы ищем людей вроде Кэти, ездим на их машинах и получаем процент от выигрыша. Но вчера ты ездил на моей машине, чем бы ты расплачивался? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тоже хочу так водить. Смотри, эффектное зрелище и менее опасное. Да, но водить интереснее. Это не так просто, как кажется. Научи меня. Покажи мне свои приемы. А взамен я соскочу с твоего крючка? Или попадешься над другой. Покажи мне свои приемы. О, Боже! Этот гараж память, которая осталась у меня после них, и потеряв его, я потеряю их. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Спасибо. Не переживай. Спасибо. Надеюсь, она целая. Мне бы не хотелось вкладывать в нее бабки перед тем, как продать. Может, ты же ее и купишь? Рано или поздно он должен был проиграть. У него не было шансов. Все победители проигрывают. Тебе нужна машина. У меня уже есть? Не такая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Зачем мы только тратим время на эту машину? Кэти обещал ее починить. Начинай, парень. Она закончит. Она так и так потеряет гараж. Она не значит, что она должна терять свое доброе имя. Как дела? Нужны кое-какие запчасти, но поставщики отказываются давать их в кредит. Заплатим наличными. И где мы их возьмем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас еще целая неделя, миссис Деверо. Просто, Николь, а ремонт пока отложите. У меня для вас есть срочное задание. Мне нужна машина для уличных гонок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня как раз есть одна. Надеюсь, речь идет не о Форде? Отличная машина. Еще бы. Поэтому ты не должна ее продавать. У тебя есть работа. Иди и работай. Оставьте ее себе. Подержанная машина меня не интересует. Я покупаю только новую. Соберите мне новую машину. Я не собираю машины для скучающих жен богачей. Я делаю это для настоящих гонщиков. Минуточку. Если ты не заработаешь больших денег, ты пойдешь печь хот-доги. Я хочу самую современную и самую навороченную гоночную машину. И умерьте, пожалуйста, свой гнев. Цена значения не имеет. Главное, чтобы под ней плавился асфальт. Я подумаю, вы ее соберете. Потому что вам это нравится, и у вас нет выбора. Вот это в качестве аванса. Звоните, когда она будет готова. Теперь тебе нужно сказать спасибо, Майк, за то, что спас мою задницу. Убирайся. И больше не возвращайся. Вот она, неблагодарность. Я могу выиграть тебе гонку. Сейчас я нужен тебе, как никогда. Я не хочу видеть тебя в своем гараже. Даже с пиццей. Ладно. Зря ты с ним так. Парень хочет за тебя выступить. Говорят, он просто класс. Он никчемный, безбашенный и отвязный. Как и любой гонщик. Те, что разбились. Видеть его не хочу. Нам нужно одну машину собрать и одну починить. На все про все у нас три дня, если мы хотим сохранить гараж. За работу. А что с Фордом? Форд остается. Пока. Я согласен. Я рад. Заработаем кучу денег и хорошо проведем время. Но я ваш водитель. Так и есть. Будешь возить детей в школу, а жену по магазинам. А ключи от Супры отдай майку. Не надо. Оставь их себе. Мне не нужна подержанная машина. Если я буду за вас выступать, мистер Горголов, то только на машине, собранной по моему заказу. Ладно. Поехали в гараж, потолкуем с моим механиком. Ты когда-нибудь водил Бентли, Майк? Я не езжу на телегах. Боюсь уснуть за рулем. Ты поведешь. Бераж. Беряна. Субтитры сделал DimaTorzok Звонит Катя Десять пропущенных звонков Ты слушаешь двигатель, как музыку? Каждая машина звучит по-разному БМВ Мурвычет, как Леопард Джип Шевроле грохочет, как Вулкан RX-8 издает гортальный рэк А машина, собранная своими руками, вообще что-то особенное Хочу запомнить ее Навсегда Навсегда Тебе этого не понять Аноматопея Что? Слово, которое служит для имитации звуков Видишь, я не только богатая и красивая, но и образованная Еще один повод меня ненавидеть И как она звучит? Как раскаты грома Сейчас я покажу, куда ушли твои деньги Мы убрали изоляцию, кондиционер, стеклоподъемники Короче, все удобства, которые мешают машине быстро ездить И смазали все, что только возможно Теперь тормоза На передние мы поставили суппорт с шестью поршнями А на задние с четырьмя И тормозные колодки А также новые диски Разумеется, не плавающие Разумеется Новая подвеска, интеркулер и турбокит Здорово Добавили кое-какие примочки и баллон с азотом Нажмешь на красную кнопочку И машина рванет, как пуля Оставляй всех позади Ламба двери Вещь бесполезная, но стильная Решила? Тебе понравится Мне очень нравится Пусть машина стоит у тебя Я буду платить за стоянку Как скажешь Кстати, сейчас принесу счет Здесь указаны все запчасти Немного ты берешь за работу Здесь все честно Так ты не сохранишь гараж Я могу выписать чек, который решит все твои проблемы Сменить шило на мыло Не хочу быть твоим должником Расслабься Расслабься И тебе станет легче Пять минут в запасе Что ты здесь делаешь? Привез пиццу, как заказывали Я ничего не заказывала Это я заказала Жутко проголодалась И готова к урокам вождения На чем будем учиться? На моей новой машине Не дурно Стоит попробовать Первое правило гонщика Никогда не смотреть назад Что там, не важно А если догонит? А педаль газа для чего? Ладно Обкатаем малышку Приятного аппетита Продолжение следует... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Три составляющие. Газ, тормоз, руль. Можно нажать на кнопку? Попробуй. Скорость – это хорошо, но не она выигрывает гонку, а голова и мастерство. Повороты. Развороты на месте. Умение обойти соперника. Или умение не дать ему обойти себя. Садись за руль. Как продвигается дело штанга? Никак. Теперь продвинется. Это риэлторская контора, где штанг принимает черный нал. Откуда ты знаешь? Каждый день одни и те же люди приходят туда с тяжелыми спортивными сумками, а через 20 минут выходят с пустыми. Это не означает, что в сумках деньги. Может, они приносят товары для офиса. Тогда почему этот парень охраняет вход? Это водитель, которого мы преследовали. А как ты вышел на эту контору? Поездил по району, где живет штанг, и увидел машины, которые стояли возле кафе в день ограбления. Ты всегда записываешь номера машин, которые видел на месте преступления? Я же детектив. Это моя работа. Те же машины я увидел возле агентства и стал следить за входом. Мне кажется, Гарголов хочет снова ограбить штанга. Если это так, нужно дождаться нападения, арестовать их и покончить со всеми бандитами одним махом. И я так считаю. Нужно подумать. Если все действительно так, я постараюсь договориться насчет круглосуточного наблюдения. И мы их накроем. Я бы тоже хотел в нем участвовать. Постараюсь это устроить. И еще, к вам пришли. Прошу прощения. Что ты здесь делаешь? Ты не приходишь, не снимаешь трубку. Вот я и пришла. Что тебе нужно? Отдать тебе ключи. Ты не виноват, что проиграл, Эрик. Значит, есть другая причина, почему ты трахалась другим два часа спустя. Отдай ключи ему. Вернер не гонщик. Он банкир. Надеюсь, ты не зря ему дала, и он дал тебе отсрочку. Не дал. Ты следишь за Майком? Это моя работа. Я подозреваю, что он находится в розыске. И если это так, я его арестую. Нет. А что мне терять? Свою любовь? Ее я уже потерял. Я говорю про гонки. Я знаю, о чем ты говоришь. Я не говорила, что люблю тебя. Но и не отрицала. Я не могу привязаться к гонщику. А к кому-то другому можешь. Этот другой не разобьется на шпильке. Скорее, кто-то другой, чем я. Не бросай меня, Эрик. Возвращайся. В твою постель, в твою машину. Но не в твою жизнь. Пусть все будет, как было. Я тебе не верю. Можешь не верить, но тебе нужны гонки, а машины у тебя нет. Так что бери мою. Можешь не верить, но тебе не верю. Еще, еще разок. Еще, еще разок. Молодец! Браво! Добина, газ! Отпусти тормоз! Выжми сцепление! Заезжай в ангар! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как я тебе? Первый полет. Как ощущения? Добина, газ! Отпусти тормоз! Выжми сцепление! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я люблю мужа. Плевать. Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Парень, начинаем? Нам дали добро на круглосуточное наблюдение. Начинаем сегодня. Ты с нами? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готово. Все показатели в норме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. Теперь можешь заняться машиной миссис Деверо. Смеешься? Чтобы я пропустил гонку, мне не терпится увидеть ее в деле. Мы не участвуем. У нас нет водителя. А Эрик? Если бы он хотел, он бы уже пришел. Мы не можем ее пропустить. У нас остался всего один день. Поэтому завтра мы продадим машину. Можно я хотя бы сделаю круг по району? Можешь сделать два. Только не поцарапай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где твоя квартира? Наверху. Понимаю. Вот бы на нее взглянуть. Увы, но ничего не выйдет. Я не собираюсь к тебе переезжать. Хочу посмотреть, как ты живешь. Ты знаешь, эта часть моей жизни принадлежит Густаву. Боишься, что увидят соседей и донесут мужу? Он в курсе моих потребностей. Чего же он их не удовлетворяет? Удовлетворяет, как может. Он позволяет мне жить своей жизнью и не задает вопросов. А ты? Мы не требуем друг от друга верности, потому что все еще любим друг друга. Мы и связаны, и свободны. А как насчет денег, которые ты потратила на машину? Ему все равно. Я могу тратить, сколько хочу. Он не требует от меня отчета. Тогда дай мне сто тысяч. Все равно он не заметит. Я могу тратить деньги на вещи, которые доставляют мне радость. Разве тебе не в радость дать мне сто штук? Ты хочешь, чтобы я тебя купила? Тебе приятно быть моей собственностью? Все будет иначе. Откуда ты знаешь? Густав тебя тоже купил, но ты же счастлива. Прости, я глупость сморозил. Извини. Если у тебя какие-то проблемы, скажи. Нет, никаких. Никаких проблем. Ладно. Хочу тебе кое-что объяснить. Моя жизнь слишком спокойна, слишком благополучна, без острых ощущений. А я хочу их. Хочу, чтобы сердце билось на разрыв аорты. Хочу, чтобы у меня было что-то помимо замужества. И кажется, я это нашла. Но я никогда его не оставлю. И ни на кого не променяю. Я и не прошу. Умница. 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 Рейнер взял Форд и не вернулся. Ты сказал ему, что собираешься его продавать? Да. Чёрт, он на гонках. Я мигом её дамчу, но место только одно. Я следом. О, Боже. Рейнер. Боже. Поднимите его. Несите его в машину. Всё будет хорошо. Аккуратнее. Жду тебя в больнице. Не волнуйся, я сейчас приеду. Садись. Доложить о готовности. Первый готов. Третий готов. Четвёртый готов. Скажи спасибо, что я упросил начальство отправить тебя со мной на это задание. Спасибо. Ты много чего узнаешь. Для начала познакомишься с прибором, без которого не обходится ни одно наблюдение. Каким? Портативным горшком. Что входит, должно выходить. С ним и в кино можно ходить. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. В какой? Сейчас приеду. Мне нужно уехать. Посреди задания? Семейное дело. Я туда и обратно. Спасибо, что позвонил. Как он? Главное, живой. В общем, врач сказал, что обязан сообщить в полицию. А значит, нам начнут задавать вопросы, которые нам ни к чему. Пойду к врачу и возьму отчёт. А потом его потеряю. Спасибо. Нет за что. Это я виноват. Явись я на гонку. Вы искаете друг друга, стоите. Оба берёте всю ответственность на себя. Хочешь верь, хочешь нет, но люди сами виноваты в своих ошибках. Я учту. Очень надеюсь. Потому что и сейчас ты можешь наломать дров. Что он здесь делает? Майк помог мне и Райнеру в трудную минуту. И с ним ты тоже будешь трахаться? Устроите здесь кулачные бои? Только этого ещё не хватало. Перестаньте. Где родители мальчика? Мать живёт в Канаде. Я его сестра. Я несу за него ответственность. Можете к нему зайти на минуту. Мы сейчас повезём его в операционную. О чём ты только думал? Думал, что собирать машину трудно? А ездить легко. А я оживался. Ты не должен был этого делать. Я не хотел, чтобы банк забрал гараж. Это всего лишь гараж. Это наш дом. Я за ним. Пожалуйста, останься. Не могу. Хоть ненадолго. Мне нужно идти. Я никуда не уйду. Уйдёшь. Все мои мужчины меня бросают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу посмотреть, на что он способен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отпусти его. Он отрубил мальчику руку. Теперь мальчик стал мужчиной. И инвалидом. Шрамы украшают мужчину. А твой друг усвоит раз и навсегда. Не уступать дорогу сапернику. В Киеве много одноруких, когда-то знавших меня. Хороший совет, мистер Горков. Дайте мне топор, и я преподнесу этому негодяю такой же урок. Охотно, но он племянник моей жены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Повезло вам. Ему повезло. Ты мне нравишься, Майк. А вы мне сейчас не очень. Возможно, это заставит тебя изменить мнение. Вот твоя машина. Готова к гонкам. Ничего не выйдет. Не нравится машина? Люди, которые на вас работают. Это потому, что ты сам такой. Ты работаешь на таких, как я, с тех пор, как умерла твоя мать, и ты осиротел. Только так ты можешь быстро получить все, что хочешь. Мне теперь многого не надо. Но ты любишь дорогие машины, дорогих женщин. Сколько, по-твоему, твоя богатая подружка будет с тобой таскаться? Многим женщинам по вкусу простые парни. И слава богу. Ну и что? Будешь опять развозить пиццу на своем дешевом мопеде? Да, буду. Кому ты гонишь, Майк? Так ты никогда не разбогатеешь? В тюрьму я тоже не хочу. Это аванс. Купи костюм, на котором сзади не будет твоего телефона. Согласишься за меня выступать, и я подкину тебе еще кое-какую роботенку. Если ты сейчас вернешь деньги, я сильно обижусь. Не хочется вас обижать. Еще бы. Завтра отвезешь ребят забрать кое-какие документы. Назад, возможно, придется ехать быстро. Уверен, ты справишься. Надеюсь на тебя. Облегчиться не желаешь? Нет. Спасибо. И хорошо, а то горшок почти полный. Пойду вылью. А ты, пока меня нет, будь начеку. Хорошо. Внимание! У нас гости. Не глуши мотор. Мы быстро. Всем приготовиться. Берем их на выходе. Чёрт. Засада. Чёрт, чёрт, чёрт. Спокойно. Приготовились. Выходят. Вперёд! Пошли! Вперёд! Попробуй догони! Попробуй догони! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лови! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Операция прошла успешно. Райнер уже в палате. То есть он сможет пользоваться рукой? О ее чувствительности и подвижности можно будет говорить только через несколько месяцев. Но пианиста из него точно не выйдет. Большое вам спасибо, доктор. Идите домой, поспите. Я отведу твою машину в гараж. А я подожду, пока он проснется, и тоже приеду. До утра нужно успеть собрать вещи. Увидимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты арестован. За что? За соучастие в ограблении. И я уверен, это не единственный твой подвиг. Может, и так. Но как ты объяснишь, что узнал меня? Прочитал ориентировку. Случайно? Искал людей, связанных с Григорием Горголовым. Ты вышел на Горголова, потому что следил за Вульфом, которого знаешь, по уличным гонкам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Докажи. Зачем? Я же не легавый. Расскажу об этом твоему шефу, и дело с концом. Ты мне угрожаешь? Это ты угрожаешь пистолетом безоружному человеку. Ты арестован. Это может подождать до конца гонки. Какой гонки? Которую ты сегодня выиграешь, чтобы Кэти не лишилась гаража. Почему не ты? Потому что я видел, как ты ездишь. Я не смогу ее выиграть. А ты сможешь. Я и завтра никуда не денусь. А вот гараж Кэти денется. Росговор не закончен. Само собой. Круто. Круче некуда. Продается целиком и по частям. Жду предложений. Но только сегодня. Торг уместен. Надеюсь, ты принес топор. Отрежу тебе яйца, когда выиграю. Если на кону яйца, тебе нечем расплачиваться. Приберегите пыл для гонки. Через пять минут стартуем. Сделаю разминочный круг. Давай. Не поцарапай. Так, значит, ты водишь? Нет, так я побеждаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА